В советское время, когда академическая наука была обложена партийными догмами, а мифы о величии русской культуры служили государственной идеологией, появился человек, родом из Алматы, который сумел положить на лопатки всю российскую историографию. А еще говорят, что один в поле не воин. Он совершил то, что не удавалось ни академикам, ни западным исследователям, ни советским диссидентам. Без громких заявлений этот человек в одиночку поставил под сомнение всю систему российской историографии. Его смелость обнажила ложь, на которой десятилетиями, если не столетиями, строилась культурная идентичность России. Советские академики не ожидали такого подвоха. Этот человек сделал то, что казалось невозможным. Разрушил Екатерининско-Карамзинско-советскую картину истории, где Московия, укравшая имя Руси, предстает исключительно славянской землей, претендующей на чистоту своих корней и независимость от влияния других культур, особенно тюркских народов. Мифы, которые веками подпитывали представление о русской культуре, как о чем-то исконно славянском, уникальном и неприкосновенном, оказались разрушены. Российская советская историография начала трещать по швам, заставив академиков и чиновников в панике искать способы сохранить лицо. И, конечно же, началась травля и попытки заткнуть рот человеку, дерзнувшему посягнуть на святое. Но как удалось ему сделать то, на что не решались самые влиятельные умы? Это рассказ о том, как знание превращается в мощнейшее оружие против ненавистной и жестокой империи. Как же зовут этого человека и как именно он положил на лопатки официальную российскую историографию? Сейчас вы обо всем узнаете. Смотрите далее. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Patreon и buy me a coffee. Все ссылки в описании и первом комментарии. Итак, знакомьтесь, Алжас Сулейменов. Родившийся в Алматы в 1936 году, он стал одной из самых ярких фигур советской и постсоветской культурной сцены. Поэт, писатель, ученый, исследователь и активист, Сулейменов воплотил в себе черты настоящего интеллектуального лидера – казахов. Именно он в далеком 1975 году выпустил резонансную книгу «Ас и я», которая стала вызовом не только академической науке, но и идеологической системе Советского Союза. Книга «Ас и я» затронула самые болезненные струны советской историографии. В ней Алжас Сулейменов рассматривает историю через призму тюркских и славянских взаимодействий, обнажая многочисленные заимствования и культурные связи, которые официальная наука предпочитала игнорировать. Он показал, что корни так называемой чистой русской культуры на самом деле глубоко переплетены с тюркскими элементами, и что многие элементы, считавшиеся исконно русскими, славянскими, на самом деле являются результатом многовекового культурного обмена не со славянскими, а с тюркскими народами. Но как именно Сулейменов это сделал? А вот как. В своей книге он разобрал на молекулы главный памятник древнерусской письменности и пришел к неутешительному для официальной российской истории выводу. Слово о полку Игореве, о нем речь, это не монолитный исконно славянский эпос, а многослойный текст, в котором огромны тюркские влияния. Проще говоря, слово написано не на древнерусском языке, а на жутком тюркско-славянском суржике. Сулейменов доказал, что Московия, присвоившая себе имя Руси, никогда не была той самобытной и славянской державой, какой ее пытались выставить российские историки. На самом деле Московия была вынуждена жить за счет заимствований и культурного обмена с соседями, особенно с тюркскими народами, от которых она впитала немало ключевых элементов своей культуры. Эта правда стала сокрушительным ударом по мифу о славянской чистоте и исключительности Московии, мифу, который десятилетиями проповедовался как основа ее идентичности. Что же конкретно написал Сулейменов в своей книге, что так разозлило советских академиков и партийных идеологов? Дело в том, что он начал разбирать слово о полку Игореве не так, как это делали все до него. Там, где академики видели героический эпос о славянском единстве, Сулейменов увидел смесь культур, языков и заимствований. Он подошел к тексту с позиции тюрколога и сразу вскрыл массу любопытных нюансов, которые словисты предпочитали игнорировать. Начнем с, пожалуй, самого смешного примера из текста. Дорискаша да кур тьму тараканя. Долгие годы эта фраза была настоящей головоломкой для переводчиков. Одни пытались интерпретировать кур в виде куриц, другие придумывали какие-то метафоры. Но все оказалось гораздо проще и гораздо более прозаично. Куры в данном контексте это не птицы, а стены. У тюрков слово «кура» означало «укрепление», «стену». Построение этого слова прозрачно от слова «кур» – «строй», «воздвигай». Вот и все, никаких куриц, просто городские стены. Но для российской историографии признать, что тюркский термин оказался в сердце древнерусского эпоса, было словно проглотить горькую пилюлю. Или, например, дебрь кисанью. Русские исследователи ломали голову, пытаясь понять, где же находятся эти загадочные дебри и что такое кисань. Звучали варианты «овраг кисаний», «дебри кисаний». Предлагались толкования из сербского лексикона. Сулейминов же утверждал, что так автор называл «железные кандалы» – «темир кисан». Он опирался на множество диалектных названий железа – «темир», «тамор», «тимур», «темур», «тамир», «тебрь», «дамир», «тимар», «тимер» и тому подобное. Никакого мистического леса, а обычные оковы, которые, впрочем, были привычной частью жизни тех времен. А что насчет тощих тул? В главе «Сон Святослава» есть строки. «Сыпах хоть мечи и тулы, поганых толковень, великий женчуг налона и негую тьмя». Ах, эти тощие тулы, которые, по мнению советских переводчиков, были ветхими колчанами, символизирующими упадок и поражение. Но если взглянуть на это с тюркской стороны, все становится ясно. «Тула» в тюркских языках означает «вдова». Тощие тулы – это вовсе не колчаны, а худые вдовы, оплакивающие павших воинов. Трагедия, печаль, а не какие-то жалкие колчаны. Полная фраза переведена Сулейменовым так. «Сыплют мне тощие вдовы поганых язычников крупный жемчуг на грудь и нежит меня». Строка, согласно переводу Сулейменова, кишит тюркизмами. «Толковин», «Калька-съязычник», «Женчуг» – кипчакская передача китайского «Янчу». «Птица-горазда», над которой ломали голову многие толмачи всех времен, переводя ее как очень быструю птицу, благодаря Сулейменову стало «карас», то есть по-тюркски «петухом». Вот так, одним движением, Сулейменов смел все романтические фантазии о славянских героях и заменил их на реальность, в которой тюркские слова вплетены в повествование, как и судьбы людей, жившие бок о бок. И таких примеров в слове «десятки». Сулейменов показал, что текст, который веками преподносился как чисто славянский эпос, на самом деле написан на ужасной смеси славянских и тюркских языков, суржики, если угодно. Весь смысл произведения меняется, когда начинаешь правильно понимать эти термины. Вместо монолитного славянского эпоса перед нами предстает многослойное произведение, наполненное культурными пересечениями и заимствованиями. Неудивительно, что академики пришли в ярость. Они годами выстраивали миф о славянской исключительности. А тут приходит казахский поэт и показывает, что все это не более чем красивый, но пустой фасад. Неудивительно, что книгу встретили гробовым молчанием и постарались стереть ее следы из публичного пространства. Но, как говорится, правда все равно выходит наружу. И теперь ни один серьезный исследователь не может обойти вклад Сулейменова, даже если ему это очень не нравится. Книга «Ас и я» Алжаса Сулейменова затронула святая святых, миф о безупречности и древности русской культуры. А это ведь как выстрел в сердце. Какая еще тюркская составляющая? Неужели слово «полку Игореве» это не сакральная скрижаль исконно-посконной русской цивилизации? Советская власть отреагировала моментально. Изымать, запрещать, клеймить. Лучшие средства борьбы с неудобной правдой. В ход пошли штампы о пан-тюркизме и национализме. Стандартные ярлыки на все случаи жизни. Не отставали и академические круги, вздрогнувшие от резкого пробуждения. В конце концов, советские историки привыкли с комфортом греться в лучах собственной выдуманной правоты. И тут им под нос суют нечто, что перечеркивает их представление. Мол, тюркские влияния в славянских текстах. Признать это означало уничтожить выстроенные годами нарративы, а заодно и свою профессиональную карьеру. Поэтому обвинения в антирусскости и подрыве основ советской историографии не заставили себя ждать. Но как бы ни пыжились власти и ученые умы, Сулейменову удалось выплыть благодаря вмешательству Динмухамеда Кунаева. Первый секретарь Компартии Казахстана использовал свои связи и достучался далее не до Брежнева. Тот, должно быть, махнул рукой, чтобы не ссориться с Кунаевым. В итоге Сулейменову достался лишь строгий выговор, а книга была попросту запрещена. Но чем сильнее пытались скрыть книгу, тем больше народ интересовался ее содержанием. Книга «Ас и я» неожиданно стала катализатором национального пробуждения в Казахстане. То, что задумали заклеймить как ересь, превратилось в символ переосмысления собственной истории и культурного наследия. Сулейменов напомнил казахам, что история – это не всегда сюжет о покоренных и угнетенных, а сложное переплетение взаимодействий и влияний. И вот тут-то ирония. То, что русские историки так упорно хотели удержать под грифом «тайна», оказалось открытием, меняющим не только взгляд на казахское прошлое, но и заставляющим взглянуть иначе на самих себя. После развала СССР влияние Сулейменова лишь возросло. Его идеи начали находить отклик среди новых поколений историков, которым стало ясно – многие чистые элементы русской культуры были позаимствованы и видоизменены благодаря контактам с тюркскими народами. Убедительное разочарование для тех, кто веками твердил о чистоте и уникальности русского мира. Оказалось, что вся эта величественная башня славянского духа стоит на фундаменте культурных заимствований. Приятно? Вряд ли. Но с фактами ведь не поспоришь, даже если они совсем не вписываются в удобные сказки. Хотя я не понимаю, если честно, в чем проблема Москве признать тот факт, что она имеет больше родства с тюрками и Азией, чем со славянами и Европой. Хотя фактически сейчас Москва делает именно это. Она восстанавливает забытые родственные связи с Азией и глобальным югом, превращаясь в прокси Китая. Только непонятно, при чем здесь славяне и маниакальное желание овладеть Киевом, который они почему-то считают своей древней родиной. В конечном итоге книга «Аз и я» стала мощным инструментом для деконструкции мифов. Ирония судьбы в том, что именно Сулейменова удалось разрушить незыблемые столпы российской историографии, оставив апологетов единой и великой культуры в растерянности. История, как напомнил нам Сулейменов, это не замшелый музейный экспонат, а живая ткань, созданная взаимодействием многих народов. И чем больше российские историки цепляются за свои иллюзии, тем очевиднее становится. Правда рано или поздно всплывает. Хотят они этого или нет. Спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры сделал DimaTorzok